Мы уже победили эту власть. Ведь самое главное – это дух народа. Ребята высыпали стихи, самое страшное для них, высыпали на манежку, требуя справедливости. Почему? Отпустили убийц. Справедливости – основная черта нашего народа. Их нужно сажать, а не воспитывать. Победа национального духа, она в людях уже произошла. Мы им хотим испортить этот циничный на костях праздник. Если бы сохранился уровень рождаемости накануне 90-х годов, то мы бы не потеряли 34 миллиона человек. Мы должны еще дать возможность нашему народу почувствовать, что мы не одиноки. Вы что, всерьез признаете могущество над собой, авторитет Медведева с Путиным? Опоры, серьезные опоры у этой власти ни друг на друга, ни на силовые структуры нет. Потому что все поняли, куда нас ведут. Добрый день, уважаемые зрители Ниромир ТВ. Итак, появится ли у русских национально-патриотических сил свой единый кандидат на грядущих президентских выборах? Будет ли начата грандиозная акция русского сопротивления, того, что случилось за последние 20 лет, акция «Черная ленточка»? Об этом сегодня мы беседуем с нашим гостем, кандидатом в президенты Российской Федерации на выборах 2019 года от Союза Русского Народа, Борисом Сергеевичем Мироновым. Здравствуйте, Борис Сергеевич. День добрый. Заодно, Сергей, мы поздравляем вас с выходом от новой книги «Русское восстание». Что называется, с пылу с жару. Тепленькое. 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 Что 20-летие господства так называемых там либеральных реформаторов, в кавычках, принесло нам 13 миллионов в прямую убитых. Это проведшая сверхсмертность. Если считать с неродившимися детьми, то падение рождаемости, 3-4 миллиона мы потеряли за эти 20 лет, потеряли свою страну. Во многом потеряли себя, были отброшены, не знаю, на сколько лет назад. Что теперь, так сказать, лучше делать? Что должны сегодня делать русские люди, не смирившиеся с тем, что случилось? Может быть, попробуем поговорить об акции «Черная ленточка»? Ну, с нее и начнем, предварительно проговорив, что я как раз отношусь к тем, немногим пока, политикам, которые считают, что Россия переживает за последние, может, лет 150 лучшее время в своей жизни. Так что, говорить о том, что все плачут, я в коллективном плаче Ярославны не участвую. Больше того, я убежденно говорю о том, что мы с вами, русские люди, мы уже победили эту власть. Ведь самое главное – это дух народа. Ну, классический пример – это 1941 год, который мы встретили убийственно неподготовленными. И 1991 год – параллель. Все было. Сильнейшая армия, вооружение – все было. Духа не было к тому времени. Так вот, дух первичен. И вот, доказательство того, что мы уже одержали победу, два примера. Первое – это знаменитая передача «Суд времени», где сняли срез, что же они с нами сделали за 20 лет, и оказалось, что они ничего не сделали с нами. Сознание народа, нравственные ценности, опору они не сдвинули в людях наоборот, только укрепилось. Они же, я имею в виду Кремль, они же пришли в шок от того, чтобы, запустив этот щуп, измерить свои достижения за 20 лет. Самое главное – сознание народа. Они убедились, что они не сдвинули вот на столечко. Эти голосования от 89 до 94 процентов. Против них. Против всей этой власти, против их великих достижений. Это было полбеды для Кремля. А окончательное поражение они понесли, когда произошла манежка. Для чего им нужно было 20 лет? Почему 20 лет – рубеж для любой власти? Потому что вырастает новое поколение. И вот они вырастили, наконец, ребятишек абсолютно при своей власти. Когда все, гигантский механизм, начиная от телевидения, школ, был запущен на то, чтобы наших детей. Сделать их детьми. Весь этот, то, что раньше нельзя было, сейчас стало доступным, массовым. Это пошлятина, этот в полном смысле разврат. Это уже ювенальная юстиция о том, что ребенка там нельзя даже пальцем тронуть. Все они запустили. Они использовали все методы. И что показала манежка? Они этого не добились. Ребятишки, ребятишки. 14-летние вышли на площадь, добиваясь справедливости. Ведь это же потом они изуродовали смысл манежки. Сразу же, не потом, сразу же. Они превратили это в межнациональный конфликт, в драки, разборки и ничего подобного. Ребята высыпали стихи, самое страшное для них. Высыпали на манежку, требуя справедливости. Почему отпустили убийц? Справедливости. Основная черта нашего народа, которая в этих ребят жива и крепка. Это мы можем терпеть голод, холод, нищету. Да жили страшнее и хуже. Времена были. Это мы все можем терпеть. Но мы не можем терпеть несправедливости. Эта несправедливость поднимает народ. А здесь она подняла наших ребятишек. И весь этот аппарат, 20-летний, который работал на промывку мозгов, на перековку мозгов, оказался тщетным. Генетическая память семейного воспитания оказалась сильнее всех из школы. И они растерялись. Вы помните трясущиеся медведя, в которые говорил, их не воспитывать. Их сажать надо. Их нужно сажать, а не воспитывать. Но ведь нам, Борис Сергеевич, подают совершенно определенную информацию. Туда вышли на манежку только те молодежь, которые говорят, что надо только отрезать Кавказ. Кавказов всех замочить, всех чурок. Все свести к этим двум моментам. А ведь люди-то рассказывали. Я, к сожалению, из Белоруссии тогда возвращался. Но люди рассказывали, что вышли-то ребята с вполне нормальными национально-патриотическими настроениями. То есть требовавшие... В первую очередь справедливость. Вот это, если бы они действительно требовали разборки, действительно это свели потом к этому. Нет. Самое главное, они требовали справедливости. Это и перепугало власть. Потому что они поняли, за 20 лет они не смогли. То есть мы можем с вами констатировать. Победа национального духа, она в людях уже произошла. Дух они не поколебали. А дальше это дело уже нашей с вами организационной работы, дело техники. Ну, может быть, чуть времени для того, чтобы духовную победу материализовать в систему власти. Ну, вот та самая акция «Черная ленточка», которую мы уже, так сказать, объявили, я в своем блоге объявил. Вот сейчас грядет не круглая годовщина, не круглая дата. В 1993 году, 18 лет назад, вот 21 сентября начнется, 3-4 октября кульминации. 18 лет назад эта власть, заявившая, якобы, об освобождении коммунистического иго, прочее, впервые расстреляла собственный народ. То есть тот народ, который якобы ее избрал. Чтобы защитить вот этот самый будущий курс, который принесет нам геноцид, который принесет вот эта 20-летняя, собственно говоря, несправедливая, страшная. И вот в этот день вы предлагаете начать акцию протеста народа. С этого дня. С этого дня. С 4 октября. С 4 октября. Ну и мы с вами тогда, мы участники этих событий, ну и что там, рассказывать. Тогда, действительно, вдоль улиц несло запахом крови, там, где расстреливали. На фастанке, наверное, что что-то могу говорить. И эти ряды убитых, я видел, сам таскал из-под огня, так сказать, выносил раненое. Было такое. И этого я никогда не забуду. Им я этого никогда не забуду. Просто я видел, как стекли людей, очередями. И я понимал, что это, в общем, да, что это защищает всю эту систему мародерства, воровства, уничтожения страны. Все-таки 3-4 октября вы предлагаете повязать всем черные ленты из собственного материала. Мы исходили не из 4 октября, мы исходили из 20-летия новой России, я цитирую президента, который не собирается в декабре пышно отметить. Им это необходимо, потому что на кону президентские выборы. И они хотят воспользоваться этой датой. В новой России то, что они построили. Медведев уже первые попытки это сделал в Ярославле, хвостанув о том, какие вот сдвиги произошли большие. Дальше они будут при помощи собственного телевидения, газет, раздувать свои эти мнимые победы. Мы им хотим испортить этот циничный на костях праздник. Избрали самый простой путь. Это черная ленточка, это символ скорби, это символ памяти, о тех жертвах, которые понесли мы за 20 последних лет, но это символ сопротивления. Потому что реальная цифра, которую озвучил, и вы были на той конференции, где выступал Академик Гундаров, он сказал о том, что власть, которая называет наши потери в 4 миллиона, 2 плюс 2, за 20 лет на самом деле это ложь, потому что нужно смотреть не в статике, 91-е, а в динамике. То есть, говорит Академик Гундаров, если сохранить, а вы комментировали в интернете его выступление, если бы сохранился уровень рождаемости накануне 90-х годов, то мы бы не потеряли 34 миллиона человек. Вот реальная цифра наших потерь. Поэтому, когда мы объявляли акцию «Черная ленточка», то мы, конечно, это в память о неродившихся, погибших, о наших реальных потерях народа за эти 20-летия. Но это самая удобная форма высказать свое нетерпение к власти, потому что мы пока не можем собирать сотенотысячные митинги, а я вам скажу, что собирая меньше, мы просто тешим власть. Власть смотрит на кучку и говорит, ну, и что, кого там бояться, когда на наши митинги стягивают войска, внутренние войска и милицию больше, чем митингующих. Но это и спасибо им, потому что стоят ребята в оцеплении и внимательно слушают то, что мы им говорим. Кстати, после такого заявления, по-моему, это сказал Сергей Николаевич Бабурина даже на митинге, и говорит, спасибо руководству МВД, что вы нам даете возможность просвещать ребятам. Слушатели, послушатели. Да, воспитанникам. Они отнесли оцепление подальше, чтобы ребята не напитывались этим духом. Вот эта акция, она многоцелевая. Помимо того, что мы должны выразить власти свое отношение к власти и свое отношение к этой лжи, которая сейчас заполонит все к 20-летию новой России, новой России, цитируем Медведеву в кавычках, мы должны еще дать возможность нашему народу почувствовать, что мы не одиноки. Откуда это взялись, эти вот истоки, они взялись у меня из Литвы. В те трагические дни я был в Литве. И вы знаете, когда литовцы догадались, пусть каждый поставит свечку в окна. И вот когда возвращаешься, очень поздно. И вот везде горят свечи. Мерцает, да. И вот все понимают, вот там такой же, как я, там такой же, как я. Я не одинок. Вот эта черная ленточка, она ведь предельно проста, акция. Никто не будет издавать. Вот, вот ткань черная. Из нее можно нарезать тысячу этих ленточек, да. Вот, из любой рубашки, из любого платка, из любой ленточки, которые продаются, да. И на руку, на запястье. На руку, на запястье, петелькой, из кармана, но и дальше вязать где только можно. Ну, в два часа ночи выйти на дверях входных, повязать эту ленточку. Мы рассчитываем на зарп молодежи. Ну, это же одно удовольствие. Мы в свое время расклеивали так листовки на плечах друг к другу, да, и вязать на деревьях. Пусть потом менты прыгают, или я посмотрю, как азеры будут прыгать, дворники на плечах, чтобы развязать дерево. Вот, обвязать эти веточки. Дальше мы рассчитываем, что азарт придет, как у граффити. Вот, значит, они ведь забираются в немыслимые места. Там вообще непонятно, как они туда подступаются. Но они туда добираются, и кто азарт, никого расписывают. Так вот так же я рассчитываю, что молодежи, появится азарт, повязать там, куда подъехать, подступиться будет невозможно. И вот эти черные ленточки должны стать цветом их праздника. Нашим цветом их праздника. Ну, конечно, вершина будет. С 4 октября стартуем. Стартуем и вяжем везде, где только можно. Вот пусть несутся их машины, а все равно на придорожных деревьях будут эти черные ленточки. А у людей возникает вопрос, почему? И вот тут мы подготовили объяснительную записку в 52 страницы. Собрали, аккумулировали всю информацию. Ну, не всю, конечно, но максимум порождаемости. Ну, если только одна цифра, любая цифра там убивает. За 20 лет с карты России исчезло 23 тысячи названий поселков, деревень, городов. Если каждый год мы теряем население, такой город, как Краснодар, такую республику, как Карелия. Вот мы себе просто отчет не отдаем. Вообще мы не соизмеряем, что такое, ну, допустим, Чубайс. Разом, по заявлению помощника президента Андрея Илларионова, разом тогда свистнул 30 миллиардов долларов. Продав энергохолдинги на 30 миллиардов долларов, Андрей Илларионов сказал, что в бюджет не поступило ни копейки. Если Степашин говорит о том, что за год было продано вооружение на 4 миллиарда, ну, 3 миллиарда 700 миллионов долларов, а в бюджет не поступило 7 тысяч долларов, так, то мы же привыкли эти цифры не обращать внимания. Ну-ка разложите их. Вот мы однажды взяли, когда была выбранная кампания в Новосибирске, и подсчитали, значит, дворовая площадка в Новосибирске, которая уничтожена, нет финансирования, а обходится в 50 тысяч рублей. Так вот, мы подсчитали, что если бы деньги, потраченные Абрамовичем, начался, причем не на содержание, а только на первичную покупку, на них бы построить площадки, так, то там получилось 300 тысяч, что ли, этих детских площадок. Это все, это решение по всей стране детских спортивных площадок. И вот если мы будем раскладывать вот эти деньги, то тогда вот это нам надо с вами, идеологам, не просто называть эти цифры, а сразу делить на школы, на детские садики, чтобы каждый понимал, что у него это ворует. Борис Сергеевич, да ведь, если посчитать, сколько ни украинцев, фактически, может, вторую страну было бы выстроить. Подсчитано точно, прямое воровство при Ельцине полтриллиона, приемнике Ельцина полтора триллиона долларов. Это только прямое, что вытащено из экономики. Я не говорю, а ущерба-то они несли еще больше, чтобы, как говорится, выдрать, что называется, коронку золотую, или человека убивают. А сколько они попортили, пошкодили, по-украински, если говорить, так вообще, наверное, вдвое больше. То есть, по сути дела, мы упустили возможность вторую страну построить, другую жизнь совершенно. Чего говорить? Поделим, покажем мы эти школы, поделим. Сколько квадратных метров, да, городам можно было новые. Ну, страну, точнее сказать, страну. Значит, тогда мы, вот именно, чтобы люди услышали нас, те, кто не хочет сегодня слышать, а те, кто понимает и знает, вот мы даем блестящую форму протеста. Не хватает духа выйти на митинги, не хватает духа взять вот наши книги и пойти с этими книгами в массу, ну, хоть ленточку-то повязать себе хотя бы на запястье или на антенку, ну, или соседу заодно. Но это должно хватить. А эффект у нас стартовали, ребята сделали ранний старт в Ноябрьске. Эффект потрясающий. Ноябрьске – это Краснодарский край? Нет, ноябрьске – это у нас Тюменская область. Тюменская область. Да, и вот для того, чтобы это, и они стартовали раньше, ну, была сначала договоренность, что мы начнем с конца августа, потом перенесли, а ребята сделали пробу, как говорится. Ну, переполох, реакция блестящая. Их, они переполошились. Именно и цвет удачный, и сама форма, она доступна каждому. Все понятно. Ну, что ж, да, эту акцию… У нас тоже была идея в прошлом году, но вот сейчас именно созрело время. Вот то самое время под 20 лет, под 20 лет так называемой «Новой России», которая, да, завершилась постройкой нового Лондона, видимо. Под их праздник. Под их праздник это самое… Давайте сделать. Борис Сергеевич, а с Вашим выдвижением в кандидаты, так сказать, на президентские выборы 12-го года? Ну, мы долго все судили, рядили. Понятно, что выборы парламентские – это, в общем-то, балаган. Они нам не важны. Ну, как говорится, здесь лучше даже, наверное, бойкотировать. Просто-напросто бойкотировать разными способами. А вот в 12-м году попробовать дать бой. Как вот Ваше выдвижение, оно в национально-патриотической среде, ну, какую лекцию вызывало? Ну, оно ведь и выдвижение-то было такое. Ко мне пришла делегация, вот, и услышав сразу же резкую мою отказ, они сказали, Борис Сергеевич, вот сначала ответь нам на ряд вопросов, и мы примем твой отказ. И первый вопрос был, Борис Сергеевич, у Вас сын два года сидел в тюрьме. Вы сами были в тюрьме. Мы понимаем страх за себя, за сына, за семью. И если Вы скажете, ребят, сколько же можно мне семью мытарить, мы Вас поймем. Так Вы из-за чувства страха за семью отказываетесь? Естественно, нет. Дальше. Значит, если Вы считаете, что Вы недостойны, у Вас есть изъяны в биографии, в характере, чтобы быть кандидатом в президенты. И вот эти ряд вопросов, вот таких, на которых я вынужден был честно ответить, нет. Тогда в чем дело? А дело в том, что они говорят, что сегодня все порядочные люди скажут, ну что, я сам себя буду выдвигать. Откажутся. Нам или подсунут под видом русского, а потом будут пальцем показывать, да кого-то у них достойнее, лучше нет. Вы что, всерьез признаете, они мне задавали еще один из вопросов, ну все-то я сейчас не вспомню. Вы что, всерьез признаете могущество над собой, авторитет Медведева с Путиным. Два кандидата. Зюганова-Жириновский. То есть у Вас не хватает ни знаний, ни опыта, ни практики для того, чтобы с ними соперничать. Ну вот, и конечно, получается, что сегодня, вроде бы, мы все время говорим о смене власти, а как дело дошло до реалии, так, все вроде как, кто от скромности, все вроде как в кусты. Поэтому нет, конечно, я принял предложение, и на четвертом съезде мужики поставили на голосование Союза Русского Народа. Мужики поставили на голосование вопрос о выдвижении меня кандидатом в президенты, и получили полную поддержку. То есть против воздержавшейся не было. Но это уже к чему-то обязывает. Дело в том, что действительно нужно попробовать. Понятно, что в 2012 году не надо тешить себя иллюзией, что там это будет победа на выборах, что нас, так сказать, что народного кандидата национального вознесут там на помосте из Рос. Скорее, это способ получить трибуну, и я говорю, вбить клинт, вбросить, так сказать, нужные идеи, людей мобилизовать. Это способ дать им бой, прежде всего, на информационно-организационном поле. Точно. И продемонстрировать о том, что есть в русском народе люди, готовые взять на себя бремя этой ответственности. А не только, так сказать, есть некоторые там два народных артиста, условно говоря, или там клоуны поставленные. Их больше того, их и будут выставлять, чтобы убить двух зайцев. Во-первых, заполонить нишу, а во-вторых, потом тыкать пальцем и сказать, ну вот, это их лидеры. Борис Сергеевич, ну и как живет кандидат в народном президенте-то? Только что была большая поездка по Краснодарскому краю. Весной была поездка по Сибири большая. А сейчас по Краснодарскому краю место уже привычное. Там у нас мощная группировка единомышленников. Но такого сопротивления никогда не было. Здесь наши товарищи снимали по два зал, проплачивали заранее. И все дома культуры, дома офицеров, все закрывалось. То есть вы выступить не могли, даже арендую. Нет, выступал, но мужики-то опытные. Два варианта приготовлены, ну и третий тоже в кармане лежит. Все-таки встречи были, выступления были. Но вот официальные залы, такие как дома культуры, они закрывались. Несмотря на предварительную проплату. Там следовал звонок, уточняющий, через некоторое время уточняющий, действительно, встреча с таким-то. И под разными предлогами. То администрация назначает встречу с какими-то спортсменами, то еще что-то. Они все блокировали. Но основные силы были брошены на Краснодар, чтобы там не допустить. Я был поражен. У нас очень много там союзников, единомышленников, да просто соратников среди коммунистов. Люди, также разделяющие боль за русский народ. Нормально. Но первый секретарь Крайкома партии собрал срочную бюро, где жестко потребовал бойкотировать, не допустить. И люди, с которыми многие годы обмениваемся книгами, встречаемся, они прыснули. Кто честно сказал о том, что это такая команда, что я не могу ее нарушить. А кто, у кого случилась медвежья болезнь. Они прыснули коммунистов. Но никогда такого сопротивления. Мы же привыкли к власти. Ну и власть, конечно, не ударила в грязь лицом. Когда в Новороссийске они проделали трюк. Когда обзванивали наших людей и говорили, что встречи не будет. А так как организаторов было несколько, никто на голос внимания не обращал. А вот когда уже после провала собрались вместе, так что же произошло. И тут все вспомнили, да как же, звонки же были. И обзванивали. Кто-то, некто обзванивал. Некто обзванивал, причем по домашним телефонам, по сотовым телефонам. Ну мужики некоторые удивленные, так они наши телефоны знают. Ну он тоже наив. Борис. Вот они обзванивали. А тогда, ну основное было не допустить в Краснодаре выступление большого. Тоже были брошены все силы властью. Там закрытие зала. Все было брошено. Но безуспешно. Почему? Потому что тут мужики наши уперлись. Должны были подъехать. Ну и подъехали из Ставрополя, из Ростова. И было неудобно перед ними. И тут уже мужики уперлись. Сначала было принято решение, ну все, не будем никого подставлять. Ну а в школу едут дальние гости. То все. И зал организовали, и люди подтянулись. И тогда они нам устроили автокатастрофу. Прямо на въезде в Краснодар, они подставили машину. Ну, там досталась Татьяне, она сидела сзади. Шнепруги вешали. Ну да, непривязанная. Вот. Причем очень интересная реакция. Эти люди, которые там появились, они смотрят не на водителя, не на машину, они смотрят прямо на меня. Получилось, не получилось. Но мы тут же из машины выскочили, поймали машину и встречу мы провели. Борис Сергеевич, я, может быть, не знаю, не открою, может быть, тайны, но есть при некоторой структуре, при администрации, специальные люди, которые, в общем-то, и только занимаются тем, как срывать такие мероприятия. Да, потом, через некоторое время они будут жалиться о том, что, ну, был такой приказ, ну, мы-то люди подневольные, мы приказные, нам приказали, мы это делали, вы все это уже проходили. Но, с другой стороны, я абсолютно уверен, что опоры, опоры, вот, серьезные опоры у этой власти ни друг на друга, ни на силовые структуры нет. Потому что все поняли, куда нас ведут. И вы знаете, мы же ведь привыкли, это еще одна иллюзия, мы говорили об этом на презентации позавчера, еще одна иллюзия, которая сегодня в нашем народе. Что, дескать, вот они запутались, Путин с Медведевым, они уже не знают, что делать, программы нету, плана нету. Так вот, за лето пришлось, удалось проштудировать серьезные вещи. И со всей очевидностью стало ясно, что сегодня в России осуществляется с потрясающей точностью, осуществляется план Милтона Фридмана о строительстве того капитализма, который они обкатали во всех странах хунты. Начиная с Чили. Аргентина, Чили, да. Чили, Аргентина, Боливия, Индонезия, во всех странах. И вот когда берешь все общее, что есть в хунте, перекладываешь на Россию, начиная с шоковой терапии, шоковой терапии, это была разработка Чикагского университета, откуда точное понятие Чикагская школа, Чикагские мальчики, это оттуда. Так вот, сегодня с потрясающей точностью, не отступая ни на миллиметр, они строят то, что заложено Фридманом. Три постулата основные, это приватизация, дальше ликвидация государственного контроля, о чем Медведев неустанно говорит, и третье сокращение, максимальное сокращение социальных расходов. Это то, что происходит у нас. Но это глобальные вещи, всем понятно. Знаете еще, что меня поразило? Вот в этой Чикагской программе прописано и хунта осуществляла во всех странах, это борьба с коллективизмом. Рассыпать, раздробить, рассыпать. Наверное, у них формулировка идет воспитание, воспитание радикальных эгоистов. А я не мог понять, что это за насмешка. Помните, Лебедева недавно был суд, и вот Лебедев, Платон Лебедев пытался уйти на условно-досрочное освобождение. И там мы на полном серьезе зачитывали его нарушения. Ему вину ставили, что он поделился куском хлеба, и что он дал свою куртку кому-то поносить. И вдруг я читаю у хунты, что это преследовалось у них в тюрьмах, как проявление доброты. Что категорически противно. Так вот, они сегодня начали с наших тюрьм. И недавно, кого недавно, вот где-то несколько дней назад, они вносят в Государственную Думу, и Васильев это комментировал, представитель комитета по безопасности. Ему-то чего комментировать? Ну, комментировали пусть юристы. Но ты-то чего комментируешь? Твой-то комитет какое отношение к этому имеет? И он комментировал, что поправки вносятся в Уголовный кодекс, где к тяжким преступлениям приравниваются групповые голодовки. И он, Васильев, то ли ума у него очень мало, то ли очень много уже наглости. И он говорит, не-не-не, вы обратите внимание, речь идет только о групповых. Это значит соучастие в судьбе товарища. Это уже у нас вносится в документы. Так вот, я боюсь, что дальше они резко начали смесь заключения, но это хунты везде отрабатывали, а теперь они резко перейдут на школу. Потому что формулировка у Милтона Фридмана – воспитание радикальных эгоистов. Я должен здесь сделать пояснение для наших зрителей, что Милтон Фридман – это божок наших либеральных экономистов, вот этих радикальных рыночников, капиталистов. По его, собственно говоря, философии делались реформы. То есть Милтон Фридман – это автор разработки моделей того капитализма, который мы сегодня строим. Это бог Чебайса и Гайдара, условно говоря, и которые сейчас… Почему их называют «чикасские мальчики»? Боисович, у нас, к сожалению, время передачи приходит к концу. Вопрос тоже тоже. Сейчас многие поддержали из национально-патриотических организаций, ваши координаторы сейчас? Коллективных решений не было. Я довольствуюсь пока только обращениями через интернет о том, что мы готовы, чем помочь, готовы там собирать подписи. Но не в заводном уровне люди нормальные. Да, и отклики. Но то, чтобы где-то кем-то было принято решение на коллективистском уровне, там партии какие-то присоединились, нет такого нет. Боисович Сергеевич, мы приглашаем вас регулярно приходить в нашу студию. До, собственно говоря, события будут нарастать явно к декабрю и к марту 2012 года. Сейчас уже надо говорить об этом регулярно, надо оповещать людей регулярно о ходе акции и о том, что уже будем говорить прямым текстом, что нужно делать. Да, потому что я готов, потому что просто так мы им, конечно, ни свою страну, ни свой народ не сдадим. Спасибо, Борис Сергеевич. Спасибо вам за вашу позицию. Спасибо вам за вашу волю. Потому что когда есть такая опора, как вы, то мы, конечно, победим. Спасибо, Борис Сергеевич. И, так сказать, не прощаемся с вами надолго, дорогие телезрители. Борис Сергеевич будет нашим периодическим гостем. Спасибо. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok